Муромцева, Окунёва, Володя Вилов, привет! Приветствовались саргатки! Я назову свой ролик так, готовим телегу зимой, потому что пока есть время, у тебя возникла такая проблема, я помогу тебе ее разрешить. Несколько лет назад у нас была аналогичная ситуация. Детей призвали в армию, мы с женой остались вдвоем, и все у нас доготавливается товар проблематично. Мы решали проблему, что купить, определяться. Денег было также ограничено, либо брать кредит, либо на свои средства опираться. И вот так же ходил, думал, смотрел, разговаривал. Благо у нас в селе уже было несколько прессов. Летом я нанимал людей, чтобы помогли мне с покосом. Нанимал пресс, увидел, что это такое работа с прессом. Нанимал импортный пресс, российский пресс, и была возможность сравнить. Жена помогать мне не отказалась по состоянию здоровья. Ну, мы сам понимаем, что мы с тобой не молодеем, а с возрастом заниматься такими сложными сельхозработами довольно проблематично. Я, значит, расскажу тебе все плюсы и минусы. За 15 минут это сделать довольно сложно, так что будет видео, скорее всего, на нескольких роликах. Я все записал, значит, буду рассказывать тебе плюсы. Ты тоже возьми листочек и записывай. И, значит, запиши все минусы, чтобы было сравнить. А вообще, какая сумма у тебя есть на руках, значит, на такую покупай. Поработаешь с агрегатом, на следующий год ты его так же продашь и купишь себе более достойную технику. Ну, а пока о работе с прессом класс 62. Я сразу же, значит, определился с выбором, путем вот таких несложных вычислений. И купил себе 62 класс. Давай, мне камеру. Сейчас не надо. Первое. Мощность и принцип работы конструкции вальцового агрегата. Класс вальцовый. То есть, если наши российские пресса цепно-планочные, в камере находится масса и заставляет ее вращать вальцовый агрегат. У российских же заставляет вращение происходит за счет цепей, на которых прикреплены планки. Вальцовый агрегат гораздо надежнее, гораздо лучше, чем цепной. В чем я тебе объясню? В вальцах, значит, вот вальцы вращающиеся, вот, заставляют вращать массу. И вот та масса, которая находится внутри камеры, в импортном, вот в вальцовом, вращается в два, а то и три, в три раза быстрее, чем в цепном. Вальцовый работает гораздо тише, чем наш российский. В российском сидишь в тракторе, и сзади происходит вот этот вот постоянный звук вращающей цепи, на которой закреплены подшипники. Ну, в общем, грохот такой, что сидишь в тракторе, и ничего не слышно. Потом к вечеру начинается там головная боль и тому подобное. И российский, он работает практически на сухую. Так. Большой подборщик. Что такое большой подборщик? Вот он находится, подборщик. Вот он. У российского, вот этот подбирающий агрегат, он меньше. Чем больше подборщик, тем больше массу он может зацепить и переработать. У российского, в основном, значит, у 145-х ПРФ, они меньше. И масса нужна, волок нужно делать более мелкий. Потому что большой волок забивается. Так, фронтальность. Принцип фронтальности. Если вот мы с тобой, на прошлом видео я записывал, там было, видно, 145-й ПРФ, и там цеплялся пресс сзади, а подборщик шел с правой стороны от трактора. Это я сейчас тебе покажу. То есть фронтальность волок проходит между колес, а у 145-го ПРФ волок идет с правой стороны от колес. Если, когда вот работаешь на нем, на нашем российском, что бы ты ни делал, как бы ты ни регулировал, все равно получается так, что волок попадает под правое колесо. А тем более, если агрегат российский не новый, волок будет закручиваться в прессе неравномерно. То есть, с одной стороны будет хорошо потно наматываться, а с другой стороны И плюс примитивный завязывающий аппарат. и выходящий волок из нашего российского агрегата он конусный. С одной стороны где-то 140, а с другой стороны 160. Ну, получается, что рулон наполовину завязанный. Так, это фронтальность вязальный аппарат. Значит, вот вязальный аппарат стоит на этом прессе. Он электрополуавтомат с электрическим приводом. Значит, запуск вязального аппарата на классе идет с помощью вот этой кнопки. Когда увидел, что камера полная, нажимаешь на кнопку и начинает срабатывать вот этот вязальный аппарат. Вот игла.